Конфликт привел к росту цен. По мнению аналитиков, может дойти до 200 долларов за баррель. Насколько долго можно ожидать от водителей в Америке и по всему миру, что они будут платить эту наценку за вооруженный конфликт? Столько, сколько потребуется, Россия не может победить Украину и выдвинуться за ее пределы. Будущие поколения будут смотреть эту и подобные видеозаписи, открыв рот. Столько, сколько потребуется, какова бы ни была цена за Украину, пока американская экономика движется к полному краху, украинцы гибнут в больших количествах, выигрывают украинские олигархи, они становятся богаче, намного богаче. С января этого года администрация Байдена отправила на Украину около 8 миллиардов долларов, только в рамках так называемой помощи в сфере безопасности. Сюда входят ракетные системы, гаубицы, боеприпасы и так далее. Оборонные подрядчики делают на этом кучу денег, вот почему они так усердно это лоббировали. Но надо задаться вопросом, где оказываются эти вооружения после того, как мы передаем их Украине? Что с ними происходит? Это ведь продвинутые, разрушительные системы вооружений. Но никто не знает, куда они деваются, никто не отслеживает. Представители администрации Байдена признались в этом The Wall Street Journal, цитирую. После того, как только военная техника США передается правительству Украины, по словам американских официальных лиц, у них мало прямых сведений о том, куда эта техника направляется. Они полагаются на информацию, предоставляемую украинским правительством. Администрация не согласилась отправлять в эту страну американских военных, которые могли бы осуществлять какой-то надзор. Значит, в разгар вооруженного конфликта вы отправляете на Украину миллиарды, а потом даже не удосуживаетесь выяснить их судьбу? Что станется с этим оружием? Ну, чешский министр обороны знает ответ. Он сказал, что это оружие частично будет вывезено с Украины контрабандой. Цитирую. «Трудно избежать незаконной торговли или контрабанды. Нам не удалось избежать этого в бывшей Югославии, не удастся, наверное, и на Украине». Это сумасшествие? Если бы вы хотели сделать Восточную Европу опасной и нестабильной на десятилетия вперед, затянуть конфликт и сделать так, чтобы еще больше людей погибло, именно так бы вы и поступили. Вы бы поступили с Украиной так же, как с Афганистаном. Но это далеко не все деньги, которые мы отправляем. Теперь, вдобавок ко всей этой помощи в сфере безопасности, глава USAID Саманта Пауэр, как ни удивительно, она по-прежнему здесь, после того, как разрушила мир, объявила, что мы посылаем на Украину еще 4 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета страны. Не правда ли? Было бы мило, если бы Саманта Пауэр решила покрыть наш собственный бюджетный дефицит. Но нет. Такого никто никогда не станет делать. Итак, доллары из ваших налогов теперь идут на зарплату бюрократов в украинском госаппарате. В общей сложности ваш конгресс одобрил более 50 миллиардов для Украины. Сюда входят 7 миллиардов на продовольствие и здравоохранение. Здравоохранение. А также 9 миллиардов экономической помощи, чтобы это не значило. Кроме того, 2 миллиарда на помощь беженцам. Итак, точно так же, как мы делали в Ираке, Афганистане и еще, наверное, в полудюжине стран, мы посылаем штабеля 100-долларовых купюр в зону боевых действий, надеясь, что эти деньги попадут в нужные карманы. Повторюсь, это бред. Однако лидеры обеих партий согласны, что надо продолжать. И даже делать гораздо больше. Десятки демократов в Конгрессе только что подписали письмо, требующее от администрации, как будто ее надо заставлять, выделить Международному валютному фонду дополнительное финансирование на сумму 650 миллиардов долларов, потому что Украина. И в дополнение ко всему этому, конгрессмен Адам Кинсингер только что предложил внести поправку в законопроект об оборонном бюджете, чтобы выделить еще 100 миллионов на, цитата, «украинских военных летчиков и связанный с ними персонал». Кинсингер — это тот, который думал, что призрак Киева существовал. Итак, все это необходимо, это обязательно. Если верить обеим партиям, мы должны это делать, потому что мы должны защищать демократию. Друзья, напоминаю, что этот канал также существует на Яндекс.Дзен. Приглашаю вас подписаться и там, хотя бы потому что... Выпуски на Дзене выходят на целый час раньше, чем здесь. И не забывайте, что поддержать проект и его команду вы можете на спонсор.ру. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. Мы не придираемся к сенатору Кевину Крамеру из республиканского штата Северная Дакота, но хотим показать вам это видео. Он дал интервью, в котором объяснил, что мы должны посылать Украине деньги в неограниченных объемах. Зачем? Чтобы, цитирую, «дать отпор коммунистическому нашествию ради дела свободы, потому что Владимир Путин — это зло». Посмотрите. Какое количество денег слишком велико, чтобы отправлять Украине? Мы ведь только что отправили еще 1,7 миллиарда, и уже приблизились к 56-ти. Конечно. Я думаю, Чарли Черта — это не количество долларов. По-моему, каждая просьба, каждая необходимость, каждый запрос, каждое обстоятельство требуют, если угодно, отдельного рассмотрения. Не думаю, что нам обязательно надо предоставлять огромный объем сразу. Я считаю, нам следует выделять транши поменьше, хотя бы для пересмотра, переоценки, понимаете? Я считаю, если Украина падет под натиском России, американскому налогоплательщику и делу свободы, это обойдется очень, очень дорого. Да, борьба с коммунистической угрозой. Эти люди никогда не обновляют свои тезисы. Сенатор Крамер упоминает дело свободы, то, что мы горячо поддерживаем. Мы горячо поддерживаем эту идею. Вот почему мы против ограничений свободы слова и против принудительной вакцинации. Но спросите себя, как дело свободы связано с Украиной? В очень малой степени. В феврале украинское правительство закрыло оппозиционные СМИ, затем арестовало лидера главной оппозиционной партии. А теперь президент Зеленский решил объединить все телестанции Украины в государственное министерство пропаганды, чтобы бороться с, цитата, «дезинформацией». Что это такое? Скажу вам, чем это не является. Это не свободная страна. Даже не близко. Дело свободы. Пусть эти слова обжигают вам рот. О, но ведь мы должны, потому что Путин хуже. Он худший человек в мире. Он коммунист, говорит сенатор Крамер, планирующий захватить мир. Не обязательно любить Владимира Путина, чтобы понимать, какой это абсурд. Путин теперь коммунист? Правда? Насколько коммунист, Владимир Путин? В большей или меньшей степени, чем, скажем, Сэнди Кортес? В большей или меньшей степени, чем, например, внутриполитическая команда Байдена? Владимир Путин более рьяный атеист, чем они? Бросает американцев в тюрьму за участие в политическом митинге у Капитолия? Пытается конфисковать винтовки из вашей спальни? Стерилизует детей во имя трансгендерного освобождения? При всех своих недостатках нет. Путин ничего из этого не делает. Что же касается его якобы безграничных международных амбиций, спросите себя, Владимир Путин сейчас заново колонизирует Африку? Владимир Путин пытается строить военные базы в Карибском море и Южной Америке? Он этого не делает. Но другая страна делает. Речь о Китае, чьим клиентом является Джо Байден. Путин хочет Крым, может быть, он своего добьется. Но именно Китай сейчас идет к контролю над миром. Сегодня мы видели диаграмму, которая это иллюстрирует. Вот относительные размеры игроков в глобальной экономике. Цифры, предоставленные МВФ. Как видите, в мире явно доминирует экономическая мощь Китая и Соединенных Штатов. На сегодня эти две экономики примерно равны по объему, хотя благодаря ковид Китай быстро вырывается вперед. Это проблема. На самом деле для мира это величайшая проблема, намного превосходящая все остальные. Ничто с этим не сравнится, потому что Китайская империя будет совсем не похожа на нашу. А где же здесь Россия? Как она вписывается в общую картину? Наденьте очки. Потому что Россия — это сноска. Ее значение невелико. Экономика России меньше, чем экономика Италии. Другими словами, итальянцы имеют больше возможностей захватить мир, чем Владимир Путин. Все эти разговоры — полный бред. Любой, кто принимает их всерьез, — глупец. Любой, кто не видит в них ничего подозрительного, наверняка обманщик. Громче всех к войне с Россией призывают самые бесчестные, самые жадные до власти люди в США. В их числе Джо Байден, Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Адам Шиф. Именно эти люди говорят вам, что Владимир Путин — военный преступник, стремящийся к мировому господству. Почему они это говорят? Почему высказывают мысль о том, что Путин намерен захватить Европу? Это неправда. Так почему же они это говорят? Причина есть. И эта причина не имеет ровным счетом никакого отношения к спасению жизней или улучшению Украины как страны. Ничто не настораживает? Однако республиканцы почему-то этого не видят. Похоже, им совсем неинтересно, отчего худшие люди в Америке выступают за бесконечную войну с Россией. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНОТВ. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова